73 килограмма мяса в год вместо 58. Именно так звучит предложение министра труда и социальной защиты. Он предлагает пересмотреть потребительскую корзину и перераспределить все нормы продуктов. Так, количество мощных изделий предлагается сократить почти на 20 килограммов. Как диетолог я считаю, что белок нам всем необходим, потому что это основной строительный материал. Поэтому чем больше белка в рационе, тем лучше ваш иммунитет, тем меньше у вас риск набрать лишний вес. Это здорово. По словам министра труда и социальной защиты, нормы овощей и фруктов должны увеличиться практически на 40%. По мнению диетолога, это хорошая новость. Овощи и фрукты содержат клетчатку, которая помогает усваиваться белкам. К тому же они полезны и сами по себе. По рекомендации ВОЗ, количество овощей и фруктов в день должно быть не меньше 600 грамм. То есть это три разных по своему виду фрукта и три разных овоща. Министр труда и социальной защиты предложил увеличить и количество молочных продуктов в потребительской корзине на 35 килограммов в год. По мнению экспертов, такое там просто также положительно скажется на здоровье. Молоко – это тот же белок. Количество яиц в потребительской корзине также изменится с 210 до 260 в год. По последним данным, яйца и молочные продукты уже давным-давно реабилитированы. И тот холестерин, который содержится в яичном желтке, он, в общем-то, полезен. Он не является террогенным. Там очень правильное соотношение, которое не приведет к увеличению риска сердечно-сосудистых заболеваний. Но, опять же, нужно, конечно же, во всем знать меру. Если говорить о яйцах, то 3-4 яйца в неделю никакого вреда совершенно не окажут. Это абсолютно нормально. В целом, предложение министра труда и социальной защиты по изменению потребительской корзины диетолог считает правильным. Но остается другой вопрос о качестве самих продуктов. Но это уже совсем другая история. Валерий Седов, Роман Вихров. Телекомпания. Город.